Еще с давних времен человека интересовал космос. Пугающий, таинственный и загадочный. Пожалуй, каждый хоть раз смотрел в звездное небо и задавался вопросом. Где вы? Заберите меня! У каждого свой вопрос, но, пожалуй, есть и общий. Что там? Как устроена эта вселенная? Есть ли там иная форма жизни? Дорогие друзья, я с огромным удовольствием напомню вам о том, как начала сбываться мечта человечества. У истоков отечественной космонавтики стоял Константин Эдуардович Циолковский. Изобретатель, педагог, философ, выдающийся ученый-теоретик предвидел ракеты, искусственные спутники, орбитальные станции и выход человека в космос еще за полвека до их реального появления. Ученый первым дал обоснование применение ракет в космическом пространстве. Что интересно, у Циолковского была стойкая репутация чудака. Он периодически приглашал гостей в дом угоститься невидимым вареньем. Чай налить? Да. Пей. Что ж ты, сидишь не пьешь на травах? Или вот еще одна забава. Он запускал электрическую машинку и бил своих гостей толком. Следующая ключевая фигура отечественной космонавтики – это Сергей Павлович Королев. Удающийся конструктор, основоположник практической космонавтики и создатель отечественного стратегического ракетного оружия средней и межконтинентальной дальности. В 1957 году под его руководством была создана первая в мире баллистическая межконтинентальная ракета Р-7, которая в этом же году была использована для создания первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1. Запуск этого спутника осуществлялся с полигона Тюратан, который в дальнейшем получил открытое наименование «Космодром Байконур». Первый и крупнейший в мире космодром располагается на территории Казахстана. А в 1994 году было принято решение об аренде России и у Казахстана всего комплекса Байконур. А кто не знал, Россия ежегодно платит Казахстану 115 миллионов долларов. Космодром был построен там не случайно, ведь именно из этой точки земного шара можно запустить тяжелые ракеты с меньшими затратами горючего, потому что она располагается ближе к экватору, господа. За всю историю освоения космоса там побывали мыши, крысы, улитки, тараканы, перепелки, креветки, рыбы, лягушки, морские свинки, мухи, пчелы, тритоны. Единожды кошка, она, кстати, была француженка, шампанзе и очень много собак. Вы меня извините, но одних собак в космос отправили более 40 штук. Ну и, конечно же, наша знаменитая белка и стрелка. 19 августа 60-го года им удалось совершить первый суточный орбитальный полет и благополучно вернуться обратно. А что самое интересное, их на самом деле не так и звали товарищи, нас водили за нос. Их звали Капля и Вильно. Всего через 8 месяцев в космос отправился человек. 12 апреля 1961 год. Великое событие не только для Советского Союза, но и для всего мира. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство. В результате чего в этом раунде космической гонки Советский Союз безоговорочно выиграл у своего главного соперника Соединенных Штатов. Победы продолжались. И 16 июня 1963 года Валентина Владимировна Терешкова стала первой женщиной, которой удалось покорить космос. И на заметку, она до сих пор является единственной в мире женщиной, которая совершила полет в одиночку. 12 марта 1965 года Алексей Архипович Леонов совершил первый выход в открытый космос. Время выхода общее составило 23 минуты 41 секунду. Вне корабля, смотрите, 12 минут 9 секунд, где 10 минут 51 секунда, спросите вы. И я вам отвечу. Дело в том, что все пошло не по плану. Скафандр космонавта раздуло из-за космического вакуума. И несмотря на то, что он сбросил давление, ему все равно не удалось зайти. Он пытался, он старался, но ему не удалось зайти ногами в шлюз. Кто? Не в курсе. Ногами, ногами надо. Я сейчас покажу. Вот так вот, вот так, так не надо, не надо так. Люк-то как вы будете за собой закрывать? Ногой? Так надо, вот так, вот так. И получается, за собой закройте люк, понимаете, рукой закройте. На этом приключения этого экипажа не закончились. Экипаж Леонова и Беляева совершил первую в истории нашей космонавтики посадку в ручном режиме. А как было дело? Я вам расскажу, конечно же. При отстреливании шлюзовой камеры полетела автоматика. Экипаж думает, что делать. И принимает решение садиться при помощи ручной системы управления. Пока думали, произошла задержка в 45 секунд. В результате чего была потеряна необходимая точность приземления. В итоге капсула восхода приземлилась в глухой заснеженной тайге в 200 километрах от Перми. А вы смотрели фильм «Гравитация»? Обязательно посмотрите, если не смотрели. А кто не знал, именно Алексей Леонов консультировал продюсеров этой голливудской картины. Вот вам, кстати, хорошая подборка документальных и художественных картин на тему космоса. Дорогие друзья, от всей души я благодарю вас за внимание. Обязательно ставьте лайки. Ну и как же без конкурса? Вот такую крутую книгу я подарю одному человеку из аудитории, который оставит наиболее интересный комментарий. А жюри, да, спросите вы, кто жюри? Кто вообще судьи-то тут? А судьи будете как раз-таки вы сами. То есть, получается, если комментарий соберет наибольшее количество комментариев других людей... Сейчас в одном конкурсе, получается, запутаемся. Ну ничего, это первый раз. Я вам обещаю, дальше будет проще все. Так, ну смотрите, вы пишите комментарий. Если вы хотите книгу такую классную, я сама лично пойду на почту и отправлю вам эту книгу. А в следующем ролике мы обязательно назовем победителя. А? Как я придумала? Пока-пока! Пока!